У нас сегодня доклад Марии Алексеевны Семеновой на тему, являющуюся частью некоторой большой работой, связанной, прежде всего, с начальной школой, ну и вообще с общепедагогическим вопросом о том, как преподавать математику, с разумными элементами того, что называется обычной информацией в начальной школе. И спасибо большое Марии Алексеевне, что она как раз отозвалась на призыв к аквариателям семинара что-нибудь поставить сегодня. Вот мы не видели, кого можно на сегодняшний день позвать, сообразили это немножко поздно, и поэтому спасибо большое. Особенно благодарность Марии Алексеевне за то, что она согласилась сегодня выступать, в то время, как сегодня происходит ее день рождения. И тем самым открываем ее от ее многочисленного семейства. Но мы приносим извинения, и я поздравляю Машу. Аплодисменты обычно не слышны, но я пока не походу. Спасибо. Я передаю слово докладчику. Спасибо. Меня слышно, да? Да, прекрасно. Комбинаторика возникает, естественным образом, в школьном курсе. Ее там то добавляют числа, сочетания, то вынимают из программы. Но, в общем-то, сложно без нее обойтись, особенно с возникновением теории вероятности. Но и в алгебре тоже она, конечно, присутствует. Но когда возникают комбинаторные задачи в старшей школе, а их, как правило, сводят к этим пресловутым двум правилам сложения и умножения, ну и, как всегда в школе, ребенок, значит, пытается угадать, какое из правил надо применить, и не догадываться о том, что бывают комбинаторные задачи, в которых, на самом деле, ни одно из этих правил толком не применимо, потому что ситуация более комплексная, надо там вообще, говоря, писать производящую функцию и так далее. И возникает, естественно, идея, что нужно что-то, прежде чем подсчитывать количество чего-то, нужно сначала что-то нарисовать, как-то выписать, допустим, все способы расположить яблоко, грушу и сливу там в ряд, да, все перестановки из трех элементов. Ну, хочется их там сначала как-то потрогать из трех, из четырех, даже из пяти элементов там начать как-то перебирать, понять, как все устроено. Вот, но в старшей школе уже это не принято, много времени тратить на какое-то рисование. И возникает идея, что, может быть, можно это уже поделать руками с маленькими детьми, а с большими детьми они уже будут готовы ко всяким более сложным, более формальным преобразованиям. С другой стороны, если посмотреть на программу начальной школы, то там возникают разные вот такие комбинаторные ситуации, как та, что сейчас на экране. Вот, что такое состав числа? Это, ну, вот тут какие-то домики нарисованы, в домике живет там число, например, семь, и есть на этажах написано один из шесть, два из пять, три из четыре, то есть это числа с суммой равной семьи, не числа, а пары чисел. Да, сейчас мы, вот это верное замечание, Анатолий Георгиевич, мы сейчас его, действительно, вот очень правильное, очень правильное замечание, что мы, значит, состав числа, это все пары чисел с суммой семь, и дальше мы еще начинаем уточнять, а что такое пара? И пары в данном случае могут трактоваться как цепочки, то есть нам важно, в каком порядке мы перечисляем эти числа, да, три, четыре или четыре, три. Или можно представить себе, что это мешки, то есть множество, неупорядоченные, совокупных. И в первом случае, вот состав числа семь состоит из семи сущностей, а во втором из трех сущностей. Давайте вот еще раз проговорим, что это такое цепочка. У цепочки это упорядоченная структура, последовательность, цепочка. У нее есть первый и последний элемент. Для каждого элемента, кроме последнего, можно указать, что за ним следует. Для каждого элемента, кроме первого, можно указать предыдущий элемент. Это понятие с детьми хорошо реализуется вот с помощью иголки и нитки. Мы можем нанизывать там пуговицы, бусины, разные штуки. И у нас есть узелок или палочка, которая на конце нитки. Это начало цепочки. И такой более острый конец во главе с иголкой. Это конец цепочки. То есть мы на него можем добавить еще одну бусину. Ну или вот сказать, что это уже все. В цепочке может быть что угодно. Мог быть слова, могут быть буквы в слове. Слово это тоже цепочка. Мог быть какие-нибудь картинки типа зверей, которые стоят в очереди. Или детей в очереди замороженным. Вот цепочка, связанная с последовательностью действий. Это простая задача для первого класса. Есть набор деталей для аппликации. И вот их наклеивали в таком порядке. Сначала ствол, потом крону. Если вы меня слышите, скажите, пожалуйста, какая аппликация получается, если в таком порядке наклеивать детали? Судя по всему, третья. Судя по всему, третья. Ну давайте посмотрим. Значит, тут ствол, потом крона. Сверху на нее наложено дом. И еще сверху крыша. А в самом конце дверка. Отлично. А вот здесь вот цепочка наклеивания, значит, тоже каких-то квадратов. Или можно считать, что это салфетки, платки друг на друга клали. Но все равно, какой из платков положили четвертым? Тут по-видимому однозначно не скажешь. Да, здесь два ответа. Либо голубой. На синий квадрат в любой момент можно положить. А, кстати, синий можно в любой момент. То есть тут однозначно не скажешь. Первым однозначно серый. Потом мы точно приклеили красный и синий. Или может быть синий. Синий, кстати, тоже может быть четвертым. То есть красный, зеленый, голубой точно в этом порядке. Да, дальше вот действительно фиолетовый, вот этот темно-синий, может быть и четвертый, а может быть и пятый. Вот. И, но для цепочек, то есть вот это пример задачи, у которой нет однозначного ответа. Но все равно она имеет смысл. Как часто бывает в школе, но в школе стараются таких задач скорее избегать. Ну, понятно, что для цепочек существует определение одинаковости. Нужно просто взять первую, сравнить с первой, второй, второй, третий, третий. Если где-нибудь одна цепочка уже закончилась, а другая не закончилась, значит, они не одинаковые. Если бусинки разные, например, как здесь четвертый и четвертый не совпадают, они тоже, цепочки разные оказываются. Посмотрим, что мне пишут в чате. Первое применение состава числа сложение с перепоном через 10. Поэтому сначала рассматриваем упорядоченные пары. Мешки – это практически множество, но в школьной тематике мультимножество, то есть такие множества, в которых разрешается одному элементу входить несколько раз, как здесь вот три зеленые бусины, они полезны. Например, если мы хотим раскладывать число на множители, то, конечно же, это мешок простых множителей, а не множество простых множителей, потому что число 100 состоит не из двойки и пятерки, а из двух двоек и двух пятерок. Ну и даже вот такой интересный момент, что и корень уравнения, в общем-то, тоже может входить с кратностью такое некоторое полемическое утверждение, но вот из курса алгебры мы знаем, что у многочлена может быть кратный корень. Допустим, если многочлен делится на х-3 в пятой степени, то можно считать, что в мешке корней многочлена находится тройка в количестве пять. Вот, и мы снова определяем одинаковость уже теперь мешков. Это несколько более сложное понятие, чем одинаковость цепочек, потому что непонятно, с чего начать. В действительности можно начать с любого элемента одного мешка, например, с голубого квадрата, найти такой же голубой квадрат в другом мешке, эти уже элементы мы больше не рассматриваем, они объединены в пару. Затем взять любой элемент первого мешка, зеленый кружок, найти зеленый кружок во втором мешке и так далее. И теперь мы будем искать одинаковые мешки, и окажется, что в этой работе такой педагогический эффект неожиданный состоит в том, что эта задача может быть довольно большой и удобно делить на подзадачи, примерно одинаковые сложности и раздавать, или наоборот, разные сложности, и раздавать детям, если они одинаковые сложности оказываются, то это помогает просто всем быть занятым чем-то, а если разные, то мы можем в зависимости от уровня ребенка предлагать ему ту или другую часть работы. Ну, что я имею в виду, сейчас я постараюсь расшифровать. Вот, например, задача. Есть вот эти вот 11 мешков, и нужно среди них найти два одинаковых. Ну, в том смысле, который мы только что обсудили. То есть в двух одинаковых мешках лежат одинаковые предметы. Кто-нибудь видит так сразу? Ну, перебирать надо. Как-то надо перебирать, да. Спасибо, что вы реагируете, потому что дистанционный формат очень тяжелый. И и Б. И и Б. И и Б. Точно, смотрите, да. Желтый с желтым, красный с красным, зеленый с зеленым, фиолетовый и голубой кружки. Отлично, здорово. Ну, их действительно тут немного, и все-таки это обозримая задача, ее можно решить взглядом. Но давайте я проговорю некоторый метод, который на самом деле работает и на очень большом количестве мешков. Вот, как мы ищем одинаковые мешки? Значит, мы их вырезаем из бумаги, во-первых, для того, чтобы было легко двигать. Ну, или в дистанционном формате это даже удобнее, можно взять доску Миро и по ней таскать эти мешочки. Вот нас... Хотела даже показать доску Миро, где мы это двигали, но не знаю, может быть, это не стоит, потому что как-то у меня много технических проблем возникает. Вот, и дальше надо придумать какой-то действительно перебор, какую-то классификацию. Ну, например, мы можем по любой фигурке, собственно, ну, вот по фиолетовому треугольнику взять и слева положить все, у которых есть фиолетовый треугольник, а справа те мешки, в которых нет фиолетового треугольника. Дальше можно еще какой-нибудь другой кружочек взять, красненький кружочек, да, другую бусинку и по ней посмотреть. Вот здесь у нас оказываются те мешки, в которых есть красная бусина и есть фиолетовая треугольная бусина. Здесь вот только один мешок оказался, где есть красная круглая бусина, но нет фиолетовый треугольный. Вот, ну и все четыре случая мы рассматриваем, мы понимаем, что других случаев не бывает, все мешки у нас туда или сюда легли, но главное, что внутри одной уже этой группы могут быть одинаковые, а из разных групп два одинаковых мешка взяться не могут, потому что, как мы знаем, у двух одинаковых мешков одинаковый состав. Если здесь есть фиолетовый треугольник, а здесь его нет, то значит они, эти мешки не могут быть одинаковыми. Ну и дальше мы делим, делим, делим и находим наконец-то два одинаковых, ну вот те, которые, вот они, G и B, да, два одинаковых мешка, которые мы уже нашли взглядом просто. Вот, и эту работу можно организовывать там в очень больших группах людей. Например, вот в педуниверситете у нас были большие потоковые лекции на там 300 человек, и мы раздавали... И и B, да. Что это? И и B. И и B, да. И, и B, спасибо, да. Вот, и мы... Да, спасибо. И мы раздавали такие мешочки с конфетками МНД, и там шесть видов, шесть цветов, они все кругленькие конфетки, но шесть цветов. Ну и вот студенты, значит, бегали по залу и искали себе пару одинаковых. Ну там было несколько пар заложено для того, чтобы все более-менее какую-то ситуацию успеха испытали. Вот, но при этом надо было придумывать, естественно, способ классификации. То есть на эту сторону залу побежали те, у кого есть красный, у которых нет красных и так далее. Там еще были с кратностями тоже, могло быть несколько красных бусинок, всего было... Красных конфеток всего их было 10 штук в пакетике. Вот, ну на выходе можно было, конечно, съесть свои конфетки, вот, но по крайней мере, вот такое большое действие нам удалось организовать. Но в классе это организовать проще. Ну вот еще одна история, где, может быть, несколько сложнее найти. Я не знаю, стоит ли сейчас тратить время. Давайте что-ли покажу, как мы их искали все-таки. Вот, это было дистанционное занятие. И вот по букве А и Е ребята решили делить. И вот они разделили. И оказалось, что здесь один вообще в группе мешок, здесь четыре мешка, но среди них нет ничего. И видите, еще четыре тоже по какому-то признаку разделили на две группы. А вот здесь оказалось два мешка есть. И вот там еще тоже часть мешков лежат, но среди них одинаковых не оказалось. Ну и эта работа хороша еще тем, что мы находим все пары одинаковых. Если здесь две или три пары одинаковых, мы их, конечно, таким способом обязательно отловим. Вот. Теперь, если есть обычные, просто комбинаторные задачи, то для них помогает, очень помогает этот язык мешков и цепочек, помогает нести какой-то порядок и ясность. Ну как вот то, что мы видели с составом числа, что все-таки о чем речь, становится понятно, когда мы обращаемся к той или иной структуре, либо к мешкам, либо к цепочкам. Также и здесь тоже. Вот. Ну вот, перечислительная комбинаторика, это действительно наука, которая не просто подсчитывает количество объектов с заданными свойствами, но и их каким-то образом перебирает конфигурации. То есть это может быть автоматическая генерация при помощи программы, как вот в курсе решения, теоремы и задачи программирования. Или это может быть ручной труд, как мы занимаемся на уроках математики и информатики. Вот. Ну посмотрим. Вот, например, классическая совершенно формулировка, которая всегда у меня вызывала недоумение. Сколькими способами можно разбить число 10 в сумму упорядоченных слагаемых? Да? Значит, что бы это могло значить? С точки зрения математики похоже на оксимарон. Значит, что это может значить? Ну, есть как бы два напрашивающихся смысла, совершенно противоречащих друг другу. Да? Это… Ну вот я тут на самом деле даже привожу три. Да? Значит, можно перечислить все цепочки слагаемых с суммой 10. Причем каждая цепочка внутри себя упорядочена по возрастанию. Или можно перечислить все цепочки слагаемых с суммой 10. И тут порядок важен. Да? То есть, что значит упорядоченных? Значит, что порядок важен. Или можно перечислить вообще все мешки с суммой 10. Вот на самом деле из этих трех представлений два совпадают. Какие два? То есть дают одно и то же количество элементов. Мешки же можно менять, эти слагаемые располагать как угодно. Поэтому это количество именно упорядоченных по возрастанию. Ну да. То есть мы можем вынуть из мешка числа и расположить их в порядке возрастания. Это можно сделать только одним образом. Поэтому каждому элементу вот этого множества, каждой цепочке слагаемых с суммой 10 упорядоченной по возрастанию, да, соответствует ровно один мешок. А наоборот, из одного мешка можно сделать много цепочек, слагаемых с суммой 10. Там можно 2, 3, 5, можно 3, 2, 5. Мешок-то будет один и тот же. Но вот если мы их именно по порядку выкладываем в цепочку, то обязательно будет одинаковая получится цепочка. Ну или другая вот комбинаторная задача, тоже такая типичная, значит, разложить 10 кусков сахара по 3 стаканам, 10 кусков сахара по 3 чашкам, 10 ложек по 3 стаканам, 10 ложек по 3 чашкам. То есть тут мы раскладываем одинаковые по одинаковым, разные по одинаковым, одинаковые по разным, разные по разным. И спрашивается, как вообще с этим жить. Я не буду сейчас решать эту задачу, просто постараюсь показать, что есть смысл в том, чтобы перевести это тоже на язык мешков и цепочек. Значит, что значит перечислить все способы разложить 10 кусков сахара по 3 стаканам. Куски сахара у нас одинаковые, поэтому нас интересует только количество кусков сахара в каждом стакане. И при этом стаканы тоже одинаковые, поэтому нас в сущности интересует неупорядоченное множество, то есть мешок чисел с суммой 10. Мы это уже видели где-то. То есть нам нужно попросту найти 3 числа с суммой 10 и потом разложить в один стакан 2 куска сахара, в другой 3, в третий 5. Разложить 10 кусков сахара по 3 чашкам. Значит, это у нас чашки уже разные, только куски сахара одинаковые. Поэтому по-прежнему нас интересует, сколько кусков сахара попало куда-то, что там за куски мы не можем отличить. Но при этом порядок важен. Вот эти чашечки стоят у нас по порядку. И, соответственно, первое слагаемое в цепочке и второе слагаемое – это не одно и то же. В одну чашку мы положили 3 куска, в другую 2, а в чашечку с синим цветочком мы положили 5. Все способы разложить 10 ложек по 3 стаканам. Что же это такое? Это у нас все ложки разные. То есть можно считать, что у нас есть просто числа от 1 до 10, это номера этих ложек. И мы их раскладываем в 3 стакана. То есть нам нужно 3 множества, которые все равно в каком порядке находятся. И внутри стакана тоже неважно, в каком порядке лежат ложки. Таким образом, у нас получается уже мешок из трех мешков, в которые разложены все числа от 1 до 10. Ну и, наконец, самая сложная, может, не самая сложная история, но это когда нужно разложить 10 ложек по трем чашкам. То есть нам важно, у нас все чашки разные, все ложки разные. То есть нам важно, первая ложка попала в первую чашку или первая ложка попала во вторую чашку. Соответственно, у нас получается цепочка. Первая чашка, вторая чашка и третья чашка. Ну а внутри чашки нам таки не важно. Мы не знаем, в каком порядке первая и четвертая ложка лежат. Нам не важно, поэтому здесь получаются мешки. Ну и думается, что имея такой универсальный язык для решения комбинаторных задач, ребенку будет проще в самых разных олимпиадных задачах и комбинаторных задачах находить какую-то правильную стратегию решения. Теперь еще один педагогический эффект, который хочется обсудить. Это возможность, которую я уже упоминала, давать детям немножко разную работу в рамках решения общей для всего класса задачи. Потому что дети всегда бывают в классе разные и бывают довольно сильно разные. Но не хочется давать сильным детям задачи до миллиона, а слабым детям задачи до единицы, до десяти, потому что непонятно, как их все-таки дальше, в четвертом классе, что с ними делать. Значит, в России вот есть традиции математических кружков олимпиад, есть очень хорошая школа такой работы, то, что называется коррекционной, со слабыми, немотивированными школьниками-школьниками с ОВЗ. Но если дети такие попадают в один и тот же класс, то нужно искать какое-то решение, чтобы все были вместе, могли говорить, сохранялась культура математической дискуссии, но при этом каждый вносил свой вклад немножко на своем уровне. Но при этом мы хотим, чтобы движение по линии обязательного минимума было достаточно медленным. Мы не хотим сильному школьнику дать в первом классе числа до тысячи, потому что ему будет просто реально очень скучно в третьем классе. Мы хотим, чтобы движение по обязательной программе шло синхронно у всех детей. При этом сильные дети не должны скучать. И идея состоит в том, что для сильных детей мы занимаем какими-то необязательными, сложными задачами в рамках той же самой темы чисел до десяти, например. Сейчас я покажу, как это практически реализуется. Мы можем анализировать какие-то свойства объекта, например, посчитать количество монет в кошельке. Мы можем создать объект с данными свойствами или можем перечислить, перечислительная комбинаторика, все возможные объекты с данными свойствами. Вот мы используем монеты 1, 2, 5 рублей в начальной школе. Сейчас они уже вышли из употребления, поэтому особенно удобно их давать детям в качестве таких манипулятивов на уроках. Вот у нас есть кошелек. Мы можем осуществить его анализ, то есть просто посчитать, сколько монет в кошельке и сколько денег в кошельке. Это не очень простая история для детей, отличить одно от другого. Маленькие дети, 4-5 лет, вполне путаются в этом вопросе и могут считать, что все монеты имеют одинаковую стоимость. Или как одна девочка говорила, мама, зачем ты ходишь на работу, ты же даешь в магазине одну бумажку, а те возвращают целую кучу монеток. Это же просто способ заработать, можно на работу не ходить. Дальше возникает, наоборот, задача на синтез. То есть нужно построить кошелек, заплатить за данный, допустим, шарик четырьмя монетками, при том, чтобы сумма этих монеток как раз была равна 9 рублям, как тут нарисовано. Ну и мы можем заполнить всю эту таблицу или порезать ее на кусочки и детям один столбик, другой, третий дать. Здесь мы строим объект, в данном случае кошелек, мешок, состоящий из монет с условием, что их сумма равна 10 рублям, а количество монет равно, например, 6. И дальше возникают задачи еще более сложные. Допустим, мы хотим заплатить 9 рублей. А вопрос, сколькими способами можно это сделать? Вот два кошелька с суммой 9, да, мы можем взять по единичке, набрать 9, а можем взять 5, 2 и 2 единички. А как еще можно заплатить 9 рублей? Здесь возникает идея вот этого самого перечисления. и каким-то образом потихоньку мы помогаем детям где-то изобрести, где-то показываем историю с таблицами, что перебор можно структурировать при помощи таблицы. Ну вот здесь, то есть сначала они хаотически находят кошельки, один, второй, третий. Потом возникает все-таки вопрос, а все ли мы возможности перебрали или только некоторые? И мы переходим к классификации. Классификация по признакам каким? В кошельке есть сколько-то двоек, сколько-то пятерок, сколько-то единиц. Но единиц всегда можно досыпать, чтобы стало 9 рублей. Количество единиц, если мы знаем количество пятерок и количество двоек, оно определено однозначно. А что может быть с пятерками? Пятерка может либо быть, либо не быть. Если ее нет, то мы зачеркиваем ее в табличке красным крестом. Если она есть, то вот она есть. А что может быть с двойками? Двойка может быть одна, две, три, четыре. Пять двоек уже 10 рублей, уже слишком много. Ну, на самом деле тут много... Еще раз, извините. На самом деле тут много бывает часто. То есть если мы возьмем, например, три двойки, то уже пятерку к ним добавлять бесполезно, потому что будет слишком много. Сейчас. Вот. Но вот какие-то начинаются способы заполнения. Например, если в кошельке нет двойки и есть пятерка. То есть есть пятерка, и мы остальные обязаны досыпать единичками. Получается одна пятерка, четыре единички. Если в кошельке две двойки, то же самое. Все остальные пять монет мы... Именно в пять рублей мы именно должны досыпать монетками по одному рублю. И потихонечку, потихонечку дети приносят свои кошелечки и наклеивают в разные клетки таблицы. Но в двух клетках таблицы ничего нет. В двух клетках таблицы ничего нет. Почему так происходит? Ну, потому что даже если не брать ни одной единички, пять рублей и еще три монетки по два рубля, это уже слишком много, больше, чем десять. Больше, чем они знают. Ну и понятно, что такой урок, он не будет полностью понятен каждому. Но у каждого возникнет какой-то свой индивидуальный результат. Кто-то из детей сосчитал девять монет, кто-то несколько раз сложил набор чисел с суммой девять, кто-то из детей придумал какие-то признаки для классификации, может быть, составил таблицу. И кто-то из детей уже вышел с урока уверенный, что других способов набрать девять рублей нет. То есть он познакомился с понятием доказательства. Ну вот, Анатолий Георгиевич верно говорит, что, может быть, даже двойку не перечеркивать, а просто здесь оставить пустое место. Думаю, что да, это будет понятнее. Так. Теперь я научилась с этим быстро справляться. Вот. Ну и дальше мы можем взять большую таблицу, перечислять все способы. 36 рублей набрать монетами в 10, 5 и 2. Здесь уже используется умножение для записи. Мы берем 10 рублей, умножаем на 1. То есть один раз берем десятку. И здесь прямо вот, ну вот не пустое место, просто написано, нет пятирублевых монет. Ну и это тоже очень удобно. Сюда в каждую клеточку таблицы наклеить имена. Там Таня, Ваня, Петя, Коля. И они, ребята, понимают, о чем речь. Разбираются, что им нужно сюда нарисовать. И в некоторых клетках оказываются кресты. Как вот здесь вот. Если мы уже взяли 3 монетки по 10 рублей и 6 монеток по 5, то это уже прям очень много. А некоторые клетки оказываются заполненными. Вот здесь мы видим, что крестов довольно много. То есть таблица с большим запасом была составлена. Ну, почему нет? И опять-таки это удобно делать в большом коллективе. Вот, теперь я хочу перейти наоборот к геометрии. Значит, ну вот стандартная, тоже такая предолимпиадная история. Это задача про то, сколько здесь треугольников. Вот, ну дети говорят обычно там 2. Им говорят, а нет, вот смотри, есть еще третий большой треугольник, составленный из этих двух. Вот, ну и это на самом деле вовсе не задача шутка. Можно из нее вырастить целую серию задач, немножко про них расскажу. Вот, допустим, такая история. Сколько здесь треугольников, как вам кажется, коллеги? Вообще тут 10. 10. Откуда такое число взялось? Почему 10? Ну, тут 4 элементарных, 3 попарных, 2 крайных и 1 четвертой. Да, то есть мы берем количество областей, как говорится, на этой картинке. То есть область – это то, что можно закрасить, не вылезая за границу. Это тоже отдельная тема, которая обсуждается в курсе. И дети считают довольно замысловатый. Берется лабиринт какой-нибудь, и в нем надо посчитать, сколько областей. Может оказываться одна область, если лабиринт связанный, а может оказываться 50. Но так сразу не видно. Но в данном случае легко сообразить, что 4 области. И действительно можно взять области, состоящие из одного элемента. То есть треугольники, состоящие из одной области. Из одной области, очевидно, их 4. Раз, два, три, четыре. Из двух областей – это по вот этим внутренним линиям, их 3. Раз, два и три. Это три отрезка, по которым эти две области могут граничить. Ну и три треугольника, они обязательно… Один из них средним, должен быть средним и во всей картинке. Он не должен быть внутренним во всей картинке. То есть это либо этот треугольник, либо этот, их два. И, наконец, весь треугольник из четырех областей состоит. Ну вот, да, можно взять, покрасить те, которые у нас раньше были. Или вот там ребенок приходит, говорит, я уже все перебрал, я не знаю, как дальше быть. Ну что мы на это говорим? Ну мы, например, действительно идем по количеству областей и говорим, ну смотри, вот у тебя, если из одного треугольничка составлен треугольник, то вот их у тебя три. А еще же что? А, еще бывает четвертый. Из двух треугольников действительно ты все перебрал. Из четырех треугольников только один. А бывает еще из трех. Ну или можно, эта задача допускает такое классическое комбинаторное решение, а именно нам в сущности нужно выбрать, одна вершина у нас неизбежно есть в нашем треугольнике, а еще нам нужно выбрать две других, это либо единица и тройка, либо двойка и пятерка, в общем, нам нужно из пяти элементов выбрать два. Это число сочетания из пяти по два, это как раз десять и есть. Вот, и дальше мы можем усложнить эту задачу, взять какую-нибудь такую конфигурацию, здесь уже числом сочетания не отделаешься, что ж такое. Вот, и можно, но тем не менее наш способ с областями, он работает. Значит, мы можем взять из одной области у нас четыре треугольника, да, значит, вот это у нас не треугольник, и вот это не треугольник, а всего у нас шесть областей. Из двух областей шесть треугольников, почему? Потому что они граничат по, два треугольника должны граничить обязательно по стороне, иначе треугольник не получится. Ну и мы берем, просто перебираем все вот эти отрезочки, получаем раз, треугольник, два, три, четыре, пять, шесть. Вот это не треугольник, вот это, если мы возьмем по ТФ, граничащие две области, у нас не получается треугольник. А все остальные маленькие отрезочки нам честно дают треугольники, то есть мы получили шесть треугольников на этом чертеже, состоящих из двух областей. Из трех областей у нас только два треугольника, это верхний и нижний, ну потому что что-то должно быть в серединке, а в серединке у нас вот только два желтые, две области, желтая и голубая. Из четырех областей тоже можно доказать, что два треугольника, из шести областей только весь исходный треугольник. Вот, и дальше я хочу еще один инструмент разобрать. У нас была для перебора таблица, да, если у нас фактически в задаче удавалось выделить два параметра, то можно было перебор осуществить по таблице. И даже, конечно же, это приводило нас в перспективе к тому самому правилу умножения, потому что если все клетки заполнены, то общее количество вариантов – это просто количество строк, умноженное на количество столбцов. Но, как мы видели, это не всегда так. Надо хорошую таблицу составить, чтобы там действительно все клеточки были заполнены, ни одна не вычеркивалась. А вот общая стратегия перебора – это, конечно же, не таблица, потому что редкая ситуация определяется двумя параметрами, а это дерево. И мы рисуем дерево перебора, в корне дерева ставим условия задачи, в развилках вопросы какие-то, позволяющие разделить все множество вариантов на какие-то классы. На ветках пишем ответы на эти вопросы, а в листах у нас будут искомые объекты. Сегодня это будут даже скорее не цепочки, а геометрические конфигурации, раз уж мы про них начали говорить. Вот как выглядит, как вообще говоря, дерево перебора. То есть оно не двоичное, какое-то ответвление в каждой вершине свое. Может оказаться, что на какой-то вопрос только один ответ. Тогда можно было в сущности его не задавать, но мы на всякий случай задали. Может оказаться, что на какой-то вопрос теоретически мог бы быть этот ответ, но фактически тут варианта не возникает. Мы тогда ставим крест жирный в этом месте. Важно, что у нас в каждом развилке стоит какой-то вопрос. То есть мы не сможем перебрать все варианты, если мы не скажем, по какому принципу мы в этой точке классифицируем. Если вот все уже заданные вопросы не определяют вариант однозначный, значит мы рисуем еще одну развилку и там снова задаем вопрос. Если на вопрос только один ответ, значит из развилки растет одна ветка. Но в любом случае мы пришли к листу какому. Если видим, что ответа нет, значит ставим крест. Ну и мы с детьми перечисляем не только треугольники, но и, скажем, шестиугольники. Обсуждается, что шестиугольники бывают выпуклые, а бывают невыпуклые, где есть углы больше 180 градусов. Ну или вот он не весь находится с одной стороны от любой своей стороны. Ну в общем на вид и так понятно, что вот невыпуклые они такие с вмятинами какими-то. И вот на каком-то чертеже мы можем начать перечислять все шестиугольники. Ну тоже там можно по количеству областей, там разные есть какие-то заходы. Но это такая не очень простая задача, мне кажется, даже для старшей школы. Вообще в старшей школе, когда начинается геометрия, то выясняется, что у многих детей не только вот самых слабых, но и средних. Есть большая проблема с вообще называнием. Скажем, что у угла есть два имени, а при этом у треугольника шесть имен. У треугольника шесть имен, это все равно, как называть треугольник. А угол можно называть только БАЕ или ЕАБ. Если мы скажем ЕБА, хоп, это совершенно другой угол. Вот этот, а не вот этот. И с этим на самом деле очень много путаницы. И вот то, что дети, в общем-то, массово не справляются с геометрией, начинается, как мне кажется, вот с этого структурного непонимания, которое хорошо было бы решить прямо в начальной школе. Ну и немножко поговорю просто про эту задачу, если еще есть время. Вроде есть. Ну можно, значит, из трех треугольников, ну опять по числу областей смотрим. Значит, ну понятно, что из одного треугольника шестиугольника не составишь. Из двух, в общем, тоже не составишь, потому что два треугольника должны соприкасаться по границе, по отрезку, и остается у них только четыре вершины. Вот. То же самое из трех треугольников получается, в лучшем случае, пятиугольник. И нам нужно либо четыре, либо пять областей. Вот. То есть мы, что на четыре, пять областей, значит, ну шесть, тут всего шесть областей, всего шесть областей дают нам пятиугольник. Раз, два, три, четыре. А, тоже дают шестиугольник, значит, ему тоже годится. Вот. Ну мы, да, ну или нам нужно будет что-то выбросить. Либо два треугольника выбросить, либо один треугольник выбросить. Ну и вот, как бы, какое-то решение для задачи, предложенное там кем-то, вот на реальном занятии. Давайте немножечко на него посмотрим. Это дерево. У него корень вот здесь вот. Это просто чертеж. И мы хотим, вот здесь есть комментарий, что из трех треугольников нельзя составить шестиугольник. И сколько вообще областей в шестиугольнике? Вот это первый вопрос, который задал человек. И ответы на него, вот, значит, либо шесть, это уже нельзя, либо четыре, либо пять. Сейчас, шесть треугольников. Раз, два, три, четыре, пять. Да, из шести треугольников, я что-то сама запуталась. Из шести треугольников у нас пятиугольник. Тут они шестиугольник, это не годится. А пять или четыре может быть. И давайте посмотрим немножко на пять фигурок. Что такое пять фигурок? Надо что-то одно выбросить. Вот тут спрашивается, какой треугольник выброшен. Ну, можно выбросить треугольник D, O, E. Ну, получится вот такой шестиугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вершин. Можно выкинуть треугольник V, O, B. Получится такой шестиугольник. Д, E, A, D, E, A, B, O, B. Вот. Ну и так далее. Если мы хотим понять про четыре шестиугольника, составленные из четырех треугольников, то нам нужно понять не просто, какие два треугольника выброшены, но и по какой стороне они граничат. Потому что мы не можем выкинуть два треугольника из разных мест. Они будут по вершинке O пересекаться. Получится нехорошо. Они такая фигура, у которой внутренность не связана, ни шестиугольник. И, значит, здесь мы смотрим, по какому отрезку граничат два треугольника, которые мы выбрасываем. Ну и тоже там идет перебор, и мы постепенно убеждаемся, что все варианты найти шестиугольник на этом чертеже мы уже перебрали. Ну, понятно, что перебирать можно не только геометрические конфигурации, но и мешки, и цепочки. Цепочки хорошо перебирать. Обычно начинается с первого элемента, потом второй, потом третий. Это удобный способ. Но можно и не только так. Бывают какие-то более зыканые деревья для перебора цепочек. А вот здесь вот мешок, перебираем мешки из натуральных чисел с суммой семь. Вот у нас были там мешки с суммой десять, из трех чисел. А здесь любое количество слагаемых, но общая сумма семь. Ну и вот, например, мы предлагаем детям, когда вначале мы обсуждаем, что такое дерево, и как-то надо понять и въехать, что вообще это за история такая, то мы даем такое преднарисованное дерево. Нужно разобраться, что вообще тут такое, и дорисовать вот здесь вот недостающую ветку. Ну, значит, итак, мы перечисляем семь мешки натуральных чисел с суммой семь. Сколько? И вопрос первый, который мы себе задаем, это сколько в мешке единиц. Понятно, их может быть семь, и вот этот мешочек, ребеночек вписывает в него семь единиц. Шесть единиц не получается, потому что если единиц шесть, то непонятно, как досыпать до семерки. Надо задосыпать седьмую единицу, а ее нет. Пять единиц может быть, там просто две единички заменились на двойку. Четыре единицы тоже может быть, значит, три единицы заменились на тройку. Ну, и если мы сюда хотим положить двойку, это не получится, потому что нам надо с ней вместе единицу тоже добавлять, поэтому здесь ветвления нет, здесь только один вариант. А вот если мы спросили, если мы три единицы положили в мешок, то там есть варианты. Мы тогда спрашиваем, сколько в мешке двоек. Да, их может быть две, одна двойка не может быть, а ноль двоек может быть, тогда мы кладем еще в мешок число четыре. Ну и дальше мы рисуем, рисуем, рисуем и получаем все варианты ответа на этот вопрос. Вот, ну, что, собственно, я хотела сказать в своем докладе. Во-первых, комбинаторика в начальной школе может быть, она может там существовать, но она не может существовать в виде формул. А она может существовать в виде перечисления объектов. И у нас тогда возникает совершенно золотое дно. Мы можем, не выходя за пределы числа пять, дать очень сложные задачи детям. И с другой стороны, это не бесполезная трата времени, это не просто занять Васю, чтобы он не болтал, а это подготовка к восприятию структур в алгебре, геометрии, в теории вероятностей. Это важная такая тренировка мозга в направлении, ну, современной математики, если хотите. Это язык, который делает более понятными многие олимпиадные задачи. То есть человек, вооруженный таким инструментом, как мешок, цепочка, цикл, дерево, он уже совершенно по-другому смотрит на всех этих гномов, эти колпаки, эти поезда. И, в общем, чувствует себя гораздо более уверенно. Наконец, педагогические преимущества такого захода – это то, что возникают очень большие задачи, которые при этом делятся на очень маленькие задачи. Можно каждому ребенку дать что-то свое, чтобы он позанимался этим. И, наконец, это дает простор для групповой работы, потому что задачи могут быть разной сложности. Мы можем, например, сделать все группы неоднородными, и слабому ребенку поручить понятно что, и сильному ребенку поручить понятно что. И это нас немножко выводит из ступора вот этой вот фронтальной работы с детьми очень разном уровне, когда все время кто-то ждет, все время кто-то скучает, и, с другой стороны, кому-то непонятно, и надо с ним оставаться после уроков. А как-то делает ситуацию в классе более гармоничной. Ну, на этом я, наверное, хочу закончить. Спасибо. Спасибо большое, Максимовна. Какие есть вопросы к докладчику? А вот в чате был вопрос. В чате было много хороших вопросов. Давайте я их почитаю. Давайте начнем действительно с чата. Это, естественно, начать с этого. Пожалуйста. Там были вопросы и комментарии, но давайте их не различать в случае чата. В случае нашей устной работы мы все-таки сначала будут вопросы, потом высказывания. А в случае чата предложим Марии Алексеевне ответить на все, что там есть. Хорошо. Значит, первое применение состава числа – сложение с переходом через десяток. Соглашусь. Поэтому мы рассматриваем упорядоченные пары. То есть ответ на мой вопрос – это, что все-таки это цепочки. Ну, как и, собственно, было на этих картинке с домиками, что это цепочка. Значит, упорядочение по алфавиту полезно. Мы могли бы мешки. Значит, сейчас я давайте покажу это место, про которое тут Георгий говорит. Значит, у нас была история про мешки, и мы могли взять и упорядочить каждый мешок по алфавиту. И тогда нам стало бы легче жить. Вот это решение я, кстати, не придумала. И никто из детей не предлагал такого. А на самом деле, если тут вместо каждого мешка написать цепочку, упорядоченную по алфавиту, то уже она становится совершенно плевой. Задача не требует никакого вырезания и расхождения в разные углы класса, а просто можно взять и... Я еще скажу, что в начальной школе нам не понадобится Лема Цорна для этого. У математиков в этом месте проблема, а все-таки у нас не будет. Да, это приятно. Ну, да, на самом деле, действительно, идея, что можно из цепочки сделать мешок, она там фигурирует в разных местах нашего курса. Соображение про то, что из мешка можно сделать какую-то цепочку или несколько разных цепочек, тоже фигурирует. Но вот идея канонического порядка, и как раз того, что это упорядочение помогает, ну, например, даже для мешков с бусинами трех форм и шести цветов, тоже, если мы зададим канонический порядок, то это становится таким довольно универсальным приемом. То, что сказал Антон Георгиевич, надо просто это включить, так сказать, в базовый инструментарий курс. Да, да, это действительно решает большинство таких задач. Даже когда мы там ягодки складываем в мешок, ну, тоже возьмите, да, дайте каждому мешку табличку с кратностями, да. Это замечание от специалиста по информатике. Так, какие у нас еще специалист по информатике дал нам замечание? Это, значит, упорядоченное сумму составить. Но не сказано было, какое упорядочение по возрастанию и по убыванию. Поэтому, когда считали варианты, их надо умножать на два. Так вроде бы. Потому что на каждой возрастающей есть такой же убывающей. Ну, соглашусь, да, соглашусь. Ну, там не очень хорошо сформулирована задача просто, поэтому все может быть разным. Нет, скорее всего, имелось в виду по возрастанию. Скорее всего, имелось в виду упорядоченное по возрастанию. Я хочу сказать, что вот на Мехмате, на первом курсе, когда происходит обучение программированию, довольно много времени, ну, по крайней мере, в той части, в тех группах, в которых преподавал я, и в которых сейчас Леонов преподает, и Подольская, много времени тратится на то, чтобы объяснять, что естественный язык – это вещь замечательная, но иногда он дает многозначности. Поэтому мы должны очень аккуратно, очень аккуратно переводить, иначе, как говорится, мы увидим после взлета самолета дым за лесом. Если мы не предусмотрим пустые множества или не будем отличать возрастание от необывания и так далее. И вот в этом месте тоже тут имеется такое. Это на самом деле и для начальной школы тоже важно. Сказав, что из языка язык не все еще определяет, или там язык кое-где неоднозначен, и нужно за этим следить, если от этого зависит жизнь больного. Я категорически не согласен с утверждением Анатолия Георгиевича. Он сказал, что в начальной школе язык – это тоже важно. Это, по-моему, просто ужасное утверждение. На самом деле в начальной школе только язык и важен. Все остальное не важно. Поэтому, когда говорят «тоже важно», это просто меня убивает. Я имел в виду, вот у нас Маша предложила формализацию этих задач и потом их решение. Вот я хочу сказать, что сама формализация, она важна не только эти самые сочетания найти, но и важно еще их правильно определить на русском языке. Нет, опять Анатолий Георгиевич говорит, что что-то тоже. Он уже спрятал слово «тоже» в что-то такое «не только». Но я тоже категорически с этим не готов согласиться. Я считаю, что только это и важно, как по-русски что-то объяснять. Все остальное как раз менее важно. У меня нет какого-то принципиального возражения. Нет, это дело в том, что если говорить серьезно, то на самом деле весь этот курс во многом начинался именно с проблем с естественным языком. С тем, что, ну, например, я просто приведу пример, хотя это не совсем в росте того, что Маша сегодня говорила, но все-таки я не могу удержаться, вот слушая эти выпиющие утверждения Анатолия Георгиевича. Например, мы отказались от слов «и» и «или». Мы всегда говорим, что, например, все утверждения, которые здесь проведены, истинные. Или говорим, что среди утверждений, которые есть на этой странице, имеется хотя бы одно истинное. Никогда не говорим, что истина – это или это, и никогда не говорим, что истина – это и это. Потому что слова «и» и «или» в русском языке имеют самые разнообразные понимания, с которыми мы не можем справиться. Поэтому мы вместо логических связок используем квантеры. Вот. Там хотела Таня что-то спросить. Вот, Алексей Львович. Да-да-да. Я хотела показать еще несколько картинок, как бы, фондан Машиным. Но это не вопрос все-таки, Татьяна Александровна. Не вопрос. Сейчас вопрос Алексея Владиславовича, видимо, есть. Да, вот Владислава Владиславовича был вопрос. Да, спасибо. У меня, на самом деле, несколько вопросов. И первый вопрос – в какой это вообще школе преподается? В обычной или в какой-то особенной? Ну, мы, значит, у нас было несколько школ. Я бы не сказала, что они были продвинуты именно математически. Но они были какие-то интересные. Это новая школа, шел курс. Это школа в хорошколе по этим книжкам преподавали, в 57-й школе преподавали. То есть, если… Ну, 57-я школа действительно отбирает детей, а хорошкола отбирает, но по совершенно другим признакам, по признакам платежеспособности. Нет, я почему задал вопрос, потому что в учебниках для обычных школ, в принципе, нет перехода от операции с числами к отношениям между числами. А у вас, как бы, вот это все сидит исключительно на отношениях между числами. Ну, все-таки больше-меньше это отношения? Больше-меньше отношения, но когда вы говорите про состав числа, это отношения между числами, и это отношения не выстраивается. Это вот в прошлом году моя бывшая студентка делала доклад, они в УЧРУ проводили массированную диагностику, вот, а потом по дыркам, которые были обнаружены, она смотрела учебник. Ну, вот, давайте я на доске, значит, вот такая вот картиночка, и под ней подпись 2 плюс 3 равно 5 есть во всех учебниках. Но только в одном учебнике под этой картиночкой еще написано 5 минус 3 равно 2 и 5 минус 2 равно 3. Причем это чуть ли не чеки, но очень, так сказать, маук-трибун. То есть во всех учебниках эта схема изображает операцию. И только в одном отношения между числами. А это, ну, вы понимаете, это очень существенный сдвиг от того, что мы 2 плюс 3 сложили 5, или мы понимаем отношения между тремя числами. Я поэтому и спросил, то ли вы, как бы, эту проблему преодолеваете как-то, то ли это вы в особенной школе где-то проблему нет. А проблема того, что дети плохо понимают отношения, или что? Этого просто нет, если смотреть по материалам учебников, этого перехода к пониманию, что есть определенные отношения между числами, этого перехода нет. Так, оперирование с числами есть, а... Алексей Владиславович, все-таки если мы посмотрим на эти три строчки, то у нас картинка иллюстрирует только верхнюю из них. А для нижних двух нужны две другие картинки, поэтому я не очень понимаю, как вы тут все это самое. Их можно упрекнуть не в полноте, в неполноте, или там, что они упустили возможность это показать. Но все-таки, если бы я увидел к этой картинке три строчки, я бы сказал, что это не очень профессионально. Потому что для этих строчек картин, для трех разных строчек, картинки все-таки разные, как кинематические. Нет, важно, что это одна картинка, которая схватывает все три строчки. Поэтому это отношение между числами, а не операция. Вот этот сдвиг от действия к отношению, это такой достаточно серьезный сдвиг, и он не делается. А потом, это, конечно, на этом висят всякие разные дыры. Вы знаете, вот в программах вальдорфских там вообще нет, очень долго вводится не сложение, а именно разделение множество на два. То есть, как вы говорите, состав числа. То есть они начинают, это там обосновывается какими-то теософическими соображениями, но для математики это очень существенно в плане того, что вы говорите. Потому что нет вот этого вот увидел, сразу приравняй. А есть какие-то вот множественные, да, что 7 это и 5, и 2, и 4, и 3. Да, 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 да. Но это именно отношения между числами, а числовые отношения, а не числовые операции. Дело в том, что когда потом идет речь про задачи, то мы, чтобы решить задачу, должны составить схему отношений между данными, отношений между данными, и найти такие же отношения математические. Тогда мы ее решаем. Ну, в общем, мне кажется, что, может быть, это просто в силу нашей неинерционности происходит, но я не думаю, что это именно очень сложно ребенку. Ну, может быть, не сложно, но как бы вот понятен вопрос почему. Вопрос понятен, но именно в этом курсе вот я не помню. Второй вопрос у меня такой. Алексей Владимирович, извините, а все-таки что понимаете под отношением? Ну, просто так вот, какое-то формальное определение отношения. Нет, ну, есть общепонятное определение. Это интернатное отношение между тремя числами. Два, пять и три. По множеству прямого произведения трех натуральных чисел. Второй вопрос такой. Значит, вот, ну, я всегда рекламирую, значит, мысли, которые Боис Даниил Чиконин как-то сказал. Ну, где-то у них там в протоколах этих самых семинаров записано. Он сформулировал четыре типа образовательных действий, как он называл. Первое действие результативное. Оно нацелено на результат, на то, чтобы получить ответ. Второе действие учебное, по понятию учебное, направленное на то, чтобы выделить и освоить способ. Не результат получить, а способ выделить и освоить. Третье действие, он его условно называет игровым. Значит, оно состоит в том, чтобы опробовать границы этого способа. А вот тут вот играет или нет, а вот тут работает или нет, а вот тут получится или нет. И четвертый, как бы, тип, это уже синтетический, он называет продуктивный. Когда мы не просто решаем задачу, а решаем известным нам способом и знаем, что в этих условиях он даст верный ответ. Мне не очень понятно, у вас есть вот это вот движение, выделение способа, потому что вы как-то про способ говорите, но непонятно, то ли это происходит в рамках деятельности детей, что они выделяют этот способ. То ли вы им его даете, ну вот с этим бинарным деревом, ну не бинарным деревом, деревом разбора, то ли как бы, ну то есть, то ли вот они пробуют что-то делать, кто-то что-то придумал, это оформляется. Ну, как бы, в такой вот старшего уже Эльконина концепции учебной деятельности, именно это и происходит. Кто-то что-то придумал, и это начинает обобщисляться, и мы, ну, как бы, функция преподавателя состоит в том, чтобы эту индивидуальную идею довести до культурной формы, которая, так сказать, дальше будет всеми использована. Ну, а пробование границ, это уже такое, так сказать, развлечение для всех, а у кого чего получится. Вот, вот у вас эти формы работы есть, или они как-то, может, не выделены, а может, выделены, вот я этого по вашему рассказу не очень понял. Я думаю, что это очень, очень правильно, я тоже себя записала, очень правильно, более структурно на это посмотреть, потому что это действительно, то есть мы как бы приветствуем открытие, открытие происходит, но вот такого структурного и четкого обсуждения того, как они происходят, из-за какого поведения учителя они происходят, да, как они стимулируются, и в какой мере учитель тут может себе позволить подсказки, или если там это открытие само не происходит, как вот это все возникает, это действительно правильно было бы на эту тему порефлексировать, но я вот сейчас не готова вам ответить на этот вопрос, но нужно поговорить с учителями, это очень, очень, спасибо большое за вопрос. Спасибо. Знаете, вот насчет способов, все-таки важно, чтобы дети сами находили их, а не учитель давал. Но это зависит от педагогической цели, извините, находить все способы, которые придуманы в культуре, это как бы никакая школа не сможет. То есть надо четко для себя понимать, на каком материале мы ставим себе цель, чтобы дети способ нашли. А на каком, говорим, ну вы умеете находить способ. Ну вот, если бы вы поискали и, так сказать, неделю потратили, то вы бы нашли этот способ. Вы это понимаете? Понимаем. Ну и поехали. То есть, как бы, одно дело обучения действительно культурной форме, когда мы выделяем способ и начинаем действовать определенным способом, когда это освоено, когда это понимание достигнуто, тогда можно просто давать способы говорить. Ну вы понимаете, как это делается. Понимаем. Так, есть ли еще вопросы? Нет. Татьяна Александровна хотела показать нам какие-то картинки. Давайте на них посмотрим. Время у нас уже поджимает. Как всегда у нас бывает, семинар затягивается из-за содержательной дискуссии. Но давайте дадим возможность Татьяне Александровне показать, что там. Вот видны ли мышки? Нет. А теперь видны. Я хотела тогда дать только один комментарий, немножко заходя и к ответам на вопросы. Вот Маша показывала задачу, где надо было найти среди 11 мешков два одинаковых. И показывала классификацию этих мешков. Мне кажется, что придумать классификацию мешков на 11 ребенку довольно затруднительно. Он скорее будет решать такую задачу методом проб и ошибок, просто перебирания. И вот я хочу показать задачу, которую реально в первом классе дается. И не в специальных школах, а достаточно массовых. Это кусок задачи из первого класса курса информатики, которая используется в сотнях школ. Это проект первого класса, где группе детей, от 4 до 6 детей, выдается вот такой набор мышек с заданием найти две одинаковых картинки. Здесь ровно две одинаковых картинки. Мышки можно разрезать эти листы на карточки и что-нибудь с ними делать. Этот проект подталкивает детей к изобретению способов классификации. Изобретению. Потому что, во-первых, все мышки, они визуально понятны, они охватываются взглядом, в отличие от мешка из семи бусин, где все рябит и не очень понятно. Тут как-то очень понятно, что вот эта мышь такая же, а эта другая. И легко возникает идея сортировки, сортировать мышей по бантикам, по юбкам, по цвету юбок или по цвету мая. Вот это лежит на поверхности с одной стороны, но совершенно не очевидно для первоклассника. И вот такой очень маленький шажок, который мы им даем прямо почти разжеванный, но тем не менее вот этот шажок они могут сделать сами. И довольно много детей может это, то есть в каждой группе, в общем, может ребенок найтись, который придумает, что надо все-таки разделить эти 80 карточек на какие-то части, чтобы среди них искать. Ну и дальше учитель уже поддерживает эту идею какого-нибудь сильного ребенка в группе и возникает деление на там, что Маша рассматривает, Вася рассматривает там желтые майки и выбирает себе карточки с желтыми майками, а там Петя выбирает голубые майки. Ну и получается, что вот там или хвостики или юбки, как они решат. Но, в общем, вот это первичное разделение происходит довольно легко, потом возникает идея деления уже в этих группах, то есть деления по второму признаку классификации. И в результате один ребенок находит у себя в кучке две одинаковых мышки, потому что у него всего их там становится там пять. Их легко уже найти. Вот такой проект. И вот здесь это действительно уже, во-первых, очень веселый, радостный, он интересный, он годится для всех детей любого уровня. И каждый ребенок на своем уровне понимает, что происходит и понимает результат. Ну и отдельно мы очень много пишем учителю, что отдельно очень важно обсудить, что один только ребенок нашел пару, а важна ли была работа остальных. Она была важна, потому что отрицательный результат тоже идет так. Маленькое только замечание, что по ходу дела еще должен детьми самими выработаться язык вот в этих признаках классификации. Ну, там бантик, юбочка, повточка, это понятно, а вот как объяснить, куда смотрит мышь? Здесь только две, два вида есть, поэтому... Ну, что нужно сказать? Штороны на нас, да? Алексей Львович, а у меня вот как раз вопрос. Ребенок может осуществить классификацию, но это не значит, что он придумал способ. Тому, что он может сделать, даже не имея возможности выразить, что он сделал. Ну, на это существует рефлексивно-деятельностный подход, да? Вот у меня вопрос. У вас есть как бы акт рефлексии того, что сделано, ну и при необходимости называние, потому что пока не названо это, способа нет. Конечно, конечно, то есть надо произнести слово классификации, надо произнести слово группа, какие-то, то есть действия, которые ребенок изобрел, нужно обозвать... Вы называете, да, и превращаете тем самым в способ. Понятно, на этом ребенок уже присваивает свой же собственный способ, но на более таком концептуальном уровне. Ну, он оформляется как культурный, если так. Да. Теана Львович, можно вопрос? Татьяна Львовна, скажите, а эта картинка у вас статическая, нарисована на листочке бумаги или она компьютерная? Человек может эту классификацию делать мышкой. Нет, здесь как раз очень важно, что она бумажная, что ее можно разрезать ножницы на карточки, высыпать эту кучку карточек на стол, и чтобы четверо детей одновременно могли заниматься этой кучей. Сейчас, тут небольшое замечание. Кажется, в вопросе Валерия Семеновича был другой оттенок. По-моему, это тоже вещь, которая происходит. Это то, что если эта картинка сделана на экране компьютера, тогда ножницы не нужны, чтобы не портить экран, а можно все это сделать в такой среде. И такие среды тоже есть, как я понимаю. То есть, то, что сейчас делается, помимо бумажного учебника, есть и такого сорта экранные среды. Ну, может быть, Татьяна Александровна, а что ты тут скажешь? Я скажу, что 80 мышей на один экран поместить очень затруднительно, и это одна из очень немногих вещей, которые не хотят быть в компьютере, а хотят быть на бумаге. На самом деле, я не соглашусь. Вот пандемия вынудила нас этим заниматься, и спокойно на доску Миро кладутся 80 мышей, и дети... Да, Миро там что угодно кладется. Да, и начинают их таскать как раз онлайн, а учитель за всем этим присматривает. Нет, это то, что сказала Маша, мне кажется, и сейчас, Татя Георгиевич, мы дадим ему слово. Мне кажется, это очень важная ситуация, потому что действительно, Тань, вот, ну, Маша сокращенно сказала, для тех, кто знает такое Миро, мы будем считать, что все знают, но идея эта стоит в том, что на экран не все помещается, и значит, возникает все-таки другая задача. На бумаге мы видим все сразу, когда мы разрезали на кусочки типачи, видим все, а вот теперь на экране видим не все, и это возникает совершенно другая, так сказать, реальность, и другие способы деятельности, когда нужно отходить в сторону, куда-то все перетаскивать и так далее. Мне кажется, это такая просто тоже отдельная совершенно важная история, как и вот некоторые вещи, которые до этого произносились, в том числе вот все то, что говорил Алексей Владиславович, и про отношения, и вот про уровни. Все это очень существенно для нашей работы, надо на это обратить особое внимание. Ну и вот то, что сейчас было сказано, вот, Машей, что на самом деле в средах, где не весь объект помещается на экране, это, мне кажется, тоже очень важная история. Ну, для тех, кто, быть может, далек от Уголовного кодекса, Санпинов и прочих федеральных документов, скажу, что бумага отличается от экрана выгодна тем, что на бумагу можно смотреть более шести минут. На экран нельзя смотреть детям до пяти лет вообще, а от пяти до десяти лет они не могут смотреть на экран более шести минут. Подряд. Подряд, да. Дальше начинается серая зона, в которой говорится, что можно не более двадцати минут в день, но при этом вот неявно понимается так, что на одном занятии. Поэтому использование бумаги для представления картинок и кубиков для представления программ имеет очень серьезные преимущества, дает нашему педагогу надежду, что его не потащат куда-нибудь административно или даже уголовно. Спасибо. Да, нет, это очень важно, конечно. Вот. Ну вот, я себе позволю тоже некоторые высказывания, но дальше можно еще вернуться, пока народ будет готов к вопросам и обсуждениям. Значит, я хотел бы обратить внимание, просто чтобы не забыть, вот на что. На все то, что мы сегодня видим на экране и обсуждаем, даже если не помещается целиком на одном экране, а Миро позволяет нам куда-то идти. Это все такая вот замечательная штука, как наглядность. Задачи, значит, примеры из учебника-задачника по арифметике и текстовой задачи очень быстро перестают быть наглядными. Примерно через три месяца там, ну, неважно, плюс-минус, у нас уже ничего наглядного нет. Даже 3 плюс 5 равняется 8, это уже совершенно ненаглядно. Вот та картинка про отношения, которую Алексей Владиславович демонстрировал на экране, она уже еще была наглядной. А вот уже, когда Маша писала, распоказывала домик многоэтажный, в котором написано, что все это будет 7, это уже такая история ненаглядная. Вот. Так вот, в той комбинаторике, про которую Мария Алексеевна рассказывала, в этой комбинаторике все объекты совершенно видны просто, что вот они предъявлены, они наглядны. В задачках про выделение треугольников на картинке, на самом деле все эти выявленные треугольники, шестиугольники и так далее могут быть нарисованы отдельно или закрашены отдельно на копии этого общего чертежа и тоже стать наглядными. Вот это такая совершенно важная вещь, что мы можем довольно долго давать ребенку довольно сложные задачи, и все, что он делает, и объекты, и действия будут просто предъявлены. Это не значит, что не надо воспитывать у него работу с символами и что не надо его научить, что 3 плюс 5 равняется 8. Просто это совершенно шаг в другое измерение по сравнению с тем, что ты просто видишь, вот здесь 3 шарика, здесь 5 шариков, а здесь 8 шариков. Вот это такая важная история, про которую уже забыли, дрессируя детей на работу с этими символами, как машина Тюринга. И не всякому ребенку приходится эта дрессировка внутру. А вот работа с наглядными объектами – это совершенно другая история. Вот я бы просто это отметил, что в силу очевидности не упоминается в выступлениях, в докладе Марии Алексеевны, в выступлении Татьяны Александровны, но это вообще то, про что в очень большой степени весь наш курс, весь наш подход. Да, Анатолий Георгиевич? Если мне дадите 90 секунд, расскажу два случая. Давай. Значит, пилот Боинга 737-го тут рассказывал, что когда он летал со штурвалом и педалями, у него на каждый маневр, кроме такой логической схемы, еще и была мышечная схема. Он помнил не только вот так мозгом, но еще и спинным мозгом, как делается тот или иной маневр. Однажды к нам пришла, мы позвали девочку, которая прошла программирование в дошкольном возрасте. Она была второклассницей. Мы попросили ее собрать какую-то программу. Она быстро ее собрала и сказала, я эту программу хорошо помню, потому что я ее собирала из кубиков. Я говорю, а ты про все программы помнишь, которые ты собирала из кубиков? Она сказала, да. Так что наглядность тут еще вот, когда она еще подкрепляется чем-то мышечным, так это вообще двойной плюс. Вот, фантастика совершенно. Вот, Толя, спасибо большое за это замечание. Это вот измерение, в котором на самом деле может происходить развитие образования для всех детей. Вот, помимо тех вещей, о которых говорил Алексей Владимирович, вот это открытие, рефлексия, все это тоже очень хорошее и правильное обсуждение. Мне кажется, что сегодняшний семинар оказался на редкость успешным, и я надеюсь, что даже является подарком, без кавычек, для Марии Алексеевны в день ее рождения. Ну что, да, Валера, пожалуйста. День рождения, Маш. Вот такой вопрос. А вы отслеживали, вот сравнивали детей, с которыми вы работали вот с помощью, ну вот так, как вы рассказали, и детей, с которыми так не работали. Вот их дальнейшие успехи, ну хотя бы даже в математике. Мне кажется, взята очень тяжелая тема, она тяжелая, ну принципиально тяжелая, это вот комбинаторные вещи, но для нормального человека они тяжелые. И попытка, которую, ну вот ваш метод, который вы реализуете, все-таки здесь, ну мне кажется, обнадеживающие результаты, может внести в развитие ребенка. Вот сравнение было с разными группами? Ну нет, такого по-настоящему педагогического эксперимента не производилось, хотя можно было бы уже и лонгитюдные вообще исследования, все, потому что это очень давно все происходит. Вот, но есть конкретные дети, у которых, ну с которыми там приятно говорить, семиклассники, восьмиклассники, потому что у них действительно есть понимание структуры. Вот этот упор на то, что мы не просто произносим какие-то слова, описывающие ситуацию, а видим за этим совершенно четкие отношения, следование, что это цепочка, или нет отношения, следование, что это мешок. Вот это четкое развлечение, оно, конечно, очень приятно при обсуждении всяких разных задач в старших классах. Вот, но это такое, как бы, качественное соображение. На самом деле надо было бы что-то количественное померить, но этого не делали. Спасибо. Очень сложная история, вот, с тем, что потом происходит, и как мерить, в общем, это такая вещь тяжелая. Еще что-нибудь, какие-нибудь высказывания? Дэн Тольфеевич. Я хотел сказать, что когда обсуждали чат, пропустили, мне очень понравилась задача про кошелек, потому что она уравнивает всех ребят в классе. Каждый может двигаться в каком-то направлении, и, соответственно, ну, в каком-то смысле это все равноправно. Все занимались одной деятельностью, чего-то открывали, над чем-то думали, и нельзя сказать, что там кто-то один преуспел, а остальные там занимались ерундой. Вот это вот действительно Маша сказала, что вот надо искать такие задачи. Мы стараемся делать это в программировании, это трудно, но вообще это правильное направление движения, чтобы детям было комфортно уходить в занятия, независимо от того, как мы их оцениваем сверху, преподаватели оцениваем их успехи. Спасибо. Вот, ну я, пожалуй, и тогда вернусь еще к одному замечанию, которое у Антоли Георгиевича появилось в чате, про то, что вот задача про треугольники, она, ну, если взять ее проекцию, это какая-то задача про отрезки. Вот. И здесь я тоже, как и во многих других случаях, должен категорически протестовать и не согласиться с замечанием Атолия Георгиевича. Потому что задачи про треугольники решать интересно, а задачи про отрезки решать неинтересно. В этом смысле они не изоморфны. Но там разные треугольники, Алексей Леонидович было. Когда треугольники в одном… Антон Георгиевич сказал следующее. У нас имеется, самая простая задача про треугольники, там есть просто треугольник, разбитый на три треугольника. Я понимаю, о чем он сказал. И он берет пары точек на нижнем отрезке. Это поскольку ты задал вопрос про какой, совершенно справедливый и правильный вопрос, я ответил про какой. Ты сказал, что ответ уже узнал, но это не беда. Там, Атолия, картинки про треугольники были. В одной картинке это можно сделать, а в второй так не сделаешь. Вот здесь можно. А там, где шестиугольник составлять, а вот здесь… Нет, ну конечно, конечно. Нет, нет, Антон Георгиевич, мы все трое, я, значит, Панферов и Кушнаренко, говорили про одну и ту же картинку. Вот про эту. И я говорил, что очень хорошо, что эти треугольники, они отрезаны. Но тут дело в том, что Анатолий Георгиевич, он говорил про операцию, которую мне приходится учить студентам Мехмат на третьем курсе. Она стоит в том, чтобы переопределить задачу. Что нет такого, чтобы мы, взяв задачу, изменили ее и решили другую задачу. А кто не помогает именно это сделать? Все поняли. Хорошо. Ну что, давайте перейдем к вопросу о том, что будем в следующий раз слушать. Татьяна Александровна. Я готова рассказать про курс информатики с любой точки зрения. Ну, может быть, есть смысл, действительно, с одной стороны, может быть, Татьяна Александровна, начать как бы считать с нуля, что никто ничего не знает, а с другой стороны, все-таки объединить эти два доклада, чтобы они были, было понятно, что это про одну, на самом деле, общую концепцию, кусочки, которые возникали сегодня по ходу дела, и два разных взгляда, может быть, и неплохо. Иначе, если люди не возражают, давайте тогда так и сделаем. Это что, просто на будущей неделе имеется в виду, да? Да. Ну, это 30-е. 30-е, да. Алексей Владиславович, после 30-го вы говорили, что два семинара заняты. Ну, смотрите, значит, там так. На 20-е апреля у меня попросили забронироваться бегунцы Шкляев. Они будут говорить про игровые технологии в математическом образовании. И есть еще один докладчик, который заявился и готов в любое время в апреле высказать. Это Ястребов из Ярославля. Ну, давайте тогда Ястребову прибережем в апреле. Во-первых, как было сказано. Во-вторых, на тот случай, когда он никуда, у нас не будет другого доклада. Да. Ну, тогда давайте как можно скорее слушать, с одной стороны, значит, Татьяна Александровна, с другой стороны, Анатолия Георгиевича через раз тоже про началку, дошколку и дошколку, да? А потом уже перелезем на более серьезные темы, на, скажем, тот же самый Семенова Павла Владимировича, ну и так далее, идя уже по Боровских. Годится примерно, да? Да, хорошо. У нас заполнилось, тогда давайте... Да, Толь. Я просто хочу дать краткую справку. Я вчера проэкзаменовал чат ГПТ по АЗАМ-программированию. И чат ГПТ полностью выдержал этот экзамен. Я задавал содержательные вопросы, чат ГПТ писало мне коды. Ну, в объяснениях допустило однажды ошибку логическую, но в остальном, если бы я принимал дистанционно за счет у студента, я бы ему поставил пять с минусом. Понял. На каком языке писал он? На английском? Нет. Он писал на Си, потом я попросил перейти на Питон, он перешел на Питон. Он мне объяснил... Он сделал из программы суммирования программу нахождения максимума, по моей просьбе инициализировал минус бесконечностью и так далее. В общем, объяснял, чем это хорошо и чем это плохо. Так что все вполне выглядело так, что не только преподавателям общественных дисциплин надо думать, что делать, но и преподавателям каких-то простых дисциплин. Вот такая история. Понятно. Придется отменить экзамен. Хорошо. Так, еще. Спасибо, спасибо, Анатолий Георгиевич. Вы, безусловно, украсили своим участием наш сегодняшний семинар. Впрочем, это не редкость. Вы часто приходите. Ну что, все, коллеги. Спасибо большое за прекрасный семинар. Я получил огромное удовольствие. Все, спасибо. Спасибо. До свидания. Маш, с Днем Рождения. Еще раз поздравляем. Спасибо. Всем до с Днем Рождения. Спасибо.